Для развития казачества в России необходимо внести поправки в закон об образовании. Об этом заявили атаманы Северного Кавказа на совещании в Ставрополе. Существование казачьих кадетских классов в школах, а также среднепрофессиональных и высших кадетских корпусов оказалось под угрозой после вступления в силу нового документа. Атаманы считают решение необоснованным и даже называют его временным недоразумением. Что думают по этому поводу сами кадеты, узнавал наш спецкорс Сафар Гириев. В Терском казачьем войске сейчас почти две сотни кадетских классов. И по факту они оказались вне закона, выразили беспокойство участвовавшие в конференции атаманы Кабардино-Балкарии, РСО Алании, Ставрополе и Дагестана. В КБР казачьи классы работают наравне с обычными кадетскими. В школах, где они открыты, говорят, образовательный процесс никоим образом не ущемляется. Все в рамках закона. Дети у нас обучаются по тем же самым образовательным программам, как и все остальные. То есть они получают в полном объеме все базовые предметы учебного курса. Ну и идет, конечно же, предпрофильная подготовка для тех детей, которые именно хотят заниматься военной службой в будущем. Они получают во внеурочное время, после обеденное время, по заявлениям родителей, дополнительное образование, которое включает в себя и строевую подготовку, и огневую подготовку. При этом акцент смещен на патриотическое воспитание. У кадетов уже есть определенные успехи. Пушкинцы, а школа носит имя великого писателя, достойно защищают честь города и республики на всероссийских сборах. И желающих попасть в эти классы хоть отбавляй. Кадетский класс нам дает дисциплины, еще физическая форма хорошая, ну еще что, ум хорошая. В будущем, например, если мы можем пойти в кадетское училище, мы имеем опыт больше, чем у других. И если мы после Суворовского училища, когда уйдем в армию, будем уже сразу с сержантов начинать, с лейтенантов. И дальше нам будет легче. Специального отбора в кадеты нет. По положению, разработанному в школе, дети в эти классы принимаются по заявлению родителей. При этом речи только о казаках или представителей каких-то конкретных национальностей не идет. Здесь все равны. Есть даже девчонки. Не хуже пацанов, учусь стрелять. Очень интересно, там можно стрелять, заниматься строевой подготовкой и еще много чего. Ну и хорошее образование получишь и пойдешь в университет. Создание кадетских корпусов и классов сегодня вызвано необходимостью формирования у подростков чувства ответственности за судьбы России. Но закон об образовании не предусматривает наличие именно казачьих кадетских классов и дает основание прокуратуре для прекращения их деятельности. Должны появиться дополнения закону к федеральному, потому что кадетское образование, кроме дисциплинированности, расширенного подхода прежде всего к вопросам истории. У нас на территории Кабардино-Балкарии, это углубленное изучение истории Кабардино-Балкарии. В этих классах наиболее остро ставятся вопросы о дружбе народов Кабардино-Балкарии. Поэтому думаю, что это временное просто какое-то недоразумение. Казачество СКФО готово выступить инициатором поправок. Его представители уже консультируются с законодательными органами регионов и готовят такие предложения. Направить их в Госдуму они намерены в ближайшее время. Сафар Гириев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.